И в мой день рождения, 15 апреля, у меня был первый полет на невесомость в самолете лаборатории, который делает параболу, там получается где-то 26-27 секунд невесомости, это был мой кероб, конечно, волновался некоторое время, а там же врачи имеют давление, пульс, когда самолет набирает высоту, на маток сидим там, ну, в общем, так я достаточно прилично умолчался. Потом, когда первый режим прошел, ну, полетал нормально, все, упал на маты, вот, поэтому, когда я летел уже в космос, я понимал, что такое невесомость, как она выглядит, ну, вот, примерно так. Так. А что вы чувствовали при своем пензе? Перегрузку. Перегрузку чувствовал, ну, и, наверное, ответственность, потому что там не до романтики, и мы садимся в корабль за 2 часа до старта, и все это время занято подготовительной операцией на старт. Остается там где-то минут 20, наверное, 15 до контакта подъема, как мы называем, матрек-ракеты, и нам включать музычку, как вы делаете. Заранее оговариваем плейлист, который, по две песенки на экипаж. Чем для вас наиболее интересен космос? Тем, что там было только 500 человек, сейчас 550, наверное, и тем, что это неизведанное пространство, а человечество, наверное, всегда тянулось к неизведанному. То есть это естественное стремление человека быть там, где никто не был, познать непознанное. Ну, наверное, как-то лучше не скажешь. Как вы сравните нагрузку, когда вы поднимались на самолете от лаборатории, чтобы испытать весовность, а когда уже в сам космос летели? Или нагрузки? Немножко разные вещи, потому что, когда самолет... Для того, чтобы сделать вот эту параболу, самолет сначала лезет в горку, там, на полной мощности двигателя, и в это время создаются перегрузки, две единицы где-то. У тебя так прилично вживают эти маты, потом сразу невесомость 25 секунд, и самолет выходит из горки, тоже плюс две единички перегрузка. То есть плюс два, невесомость плюс два. И вот эта вот рассказка, она, конечно, на вестибулярный аппарат достаточно сильно влияет, и я много возил туристов, ну, как инструктор, чтобы самому. Я ни одной невесомости не пропускал, я этот любил летать. И очень много людей не держат вот эту штуку, вестибулярный аппарат. В этом комбезе, кстати, летал. Вот тут у меня кармашки, и в каждом торчал полиэтиленовый пакетик кончику. Сразу идем подпадать нуждающемуся человеку. Когда невесомость орбитальная, она постоянно, она не размаженная, вот так, на плюс-минус. А это, вышли на орбиту, третья ступень отстегнулась, и все поплыло. Вот она чистая такая, никаких помех нету. Работал Кирилл, а шестой класс. Да, Кирилл. А каким самым важным качеством должен обладать космонавт, чтобы другим космонавтам было приятно с ним находиться на одном борту? О, пять баллов. Это вам в дальнейшем очень пригодится, потому что командная работа, мы все работаем в коллективе, и вы будете работать в коллективе. Вы сейчас работаете в коллективе. И вот я для себя такой вывод сделал. Во-первых, важно быть профессионалом в своем деле, тогда тебя будут уважать. И очень важно быть профессионалом, который умеет ладить с людьми, не конфликтным, я бы сказал. И вот эти две составляющие, они позволят вам сделать карьеру в любой области. Если ты видишь, что человек идет на конфликт, пригаси, уйди сам лучше. Потом, когда будет нормальное, спокойное время, какой-нибудь корпоратив, еще что-нибудь у нас на борту, это была пятница, там, подойди, скажи, Вася, Петя, там, ну, давай как-то там вот этот вопрос снимем, потому что нам работать вместе, и это, как правило, работает вот такой разговор, да? Можно, конечно, бубен зарядить, да, сразу сходу, путь в никуда. Потому что проблема не идет, она обострится. Еще раз повторю, будьте профессионалами и не конфликтными профессионалами. Лучший бой тот, которого удалось избежать, это аксиома, да, это из боевых единоборств взято. Я видал на своем веку, в том числе и в отряде, вот супер профи, он технику знает, он из любой нештатной ситуации выйдет, но он категорически не умеет и не может работать в коллективе с людьми, и вот сейчас никто не разговаривает, и он ни с кем не общается, все. И вот с кем бы он ни летал, и все о нем плохом мнениям. Но он профессионал. Вот это две составляющие одного целого. Не конфликтный профессионал. Подкачатка Михаиловича, свой класс. Я хотела вас спросить, а насколько вы долго привыкали к тому, чтобы спать в мельсом? Ну, на самом деле, не так долго. Вообще, конечно, ситуация нестандартная, когда прилетаешь на станцию. Ну, у каждого есть своя каюта, там есть спальный мешок, который привязан к стенке, специальное крепление, чтобы не летать. В него залезаешь, вот, и первое время не хватает подушки, хотя нонсенс, подушка у невесомости, как бы, ни к чему, но тем не менее, вот я неделю привыкал. У нас есть такие мягкие сумки, CTB, Crew Transfer Back, я под голову подсуну, туда заснул нормально. Ну, у каждого в этом плане стоят заморозки, но, в принципе, очень быстро привыкаешь и нормально спишь в этом мешке. Некоторые нюансы есть, конечно, если здесь, на земле, здесь гравитация, ты можешь перевернуться на кровати, там в одном положении, если что-то затекло, не понравилось, перевернулся, все. Вот, я сплю на боку, кто-то спит на спине, там вот это время, там ты в спальне мешке прямой, как палка, и не можешь согнуть ноги. И ноги устают от прямого вот этого положения, вот у меня уставать. Я как-то приноровился их в распор, там, в спальне, так вставить, чтобы коленочки отдыхали. Ну, вот такие нюансы, но спать можно нормально. А две дни? Во первой неделе, восьмой класс, говорят, что большинство мальчиков хотят стать космонавтами, но становятся лишние ноги. Когда вы пришли к тому моменту, что поняли, что станете космонавтом? Ну, чуть вот помоложе, чем ваш возраст. Садись. Наверное, лет пять, где-то. Ну, оно оправданно, потому что это 60-е года были, это подъем космонавтики был такой небывалый. Тогда все хотели стать космонавтом, девчонки, мальчишки. А отец у меня был вертолетчик, который в поиске участвовал в спасении первых космонавтов. Он встречал, привозил с поиском всякие космические сувениры, тюбики там привозил, пресловутые, которых нет уже, мне все время спрашивают, про еду из тюбиков, а тюбиков там нет, давным-давно уже. Вот, так что, если взять вот этот возраст мой, когда я более-менее начал себя осознавать до пять лет в городе Южноуральский и до полета, ну, прошло 45 лет от зарождения мечты и до ее реализации. Это я немножко продляю свой вот этот вопрос. Если вы ставите перед собой какую-то хорошую, красивую цель, такую большую, вы должны понимать, что она всегда пойдет через препятствия и вы должны быть готовы преодолевать эти препятствия. Вот прям так. Не буду менторствовать, наставлять, давайте лучше поговорим. Я Альмитрий Копенко из Челябинска. Я же хотела бы спросить, вот есть ли у вас охранное время и если есть, то как вы проводите, играете ли в какие-нибудь коллективные игры? На борту? Да. Ну, если нет никаких динамических операций, если не причалит там корабль, грузовой или экспедиция, то суббота, воскресенье по штату у нас выходные. Вот, на самом деле я не очень любил это время, потому что, ну, на станции особо деться некуда, хотя она и большая очень. Ну, мне больше нравилось работать, потому что за работой время течет быстрее. Можно, в принципе, заняться спортом, можно посмотреть в фильм, позвонить домой, посмотреть на землю, там, для себя какие-то фотографии сделать. Иногда вот коллективный игрок, коллективный там не очень получается. Мой напарник Скотт Келли по годовому полету он привез туда мячик бейсбольный и мы пытались пробросить этот мячик вот такой у нас игра была через весь модуль в открытый люк куда дальше в станцию. И для меня было удивительно, ну, вот это 20 метров, ну, поменьше, чем вот у нас помещение вот это и попасть крайне сложно. Это метровый люк вот такой вот и дальше этот мяч он летит куда угодно, только не в люк. Мы пытались понять физику этого явления, но так не поняли. Вроде бы, ну, стану, скажешь, по орбите лететь, сначала думали, что какая-то круговая скорость может быть имеет значение. Но потом отказались от этой мысли. Но это было очень интересно и очень азартно. Вот кто попадет в люк больше, да? Даже ставки делали. Ну, так даже в бадминтон играли, там такой аналог футбола. Какой-то вот этот мячик кидали, там есть у нас осленение в станции, где 4 люка. Вот на воротах стояли, кто там попадет. Вот так играют. Теоретически, наверное, возможно, да. А физически? Физически надо туда отправить. Для этого надо понять, зачем делать. Ну, как бы это не очень человечный эксперимент. на живом ребенке, на живом человеке проверять влияние невесомости. Плод будет развиваться в невесомости, правильно? Без воздействия гравитации. Вот. крайне высока вероятность того, что ребенок родится с каким-то отклонением. Мало того, еще в условиях повышенной радиации. Ну, там нужно таким бесчеловечным опытом стоять. Пока наука не поймет вообще, как это делать и для чего, собственно. Должна быть какая-то конечная цель. Просто ради интереса, да? Наверное, нет. Если будет организовываться экспедиция длиной в сотни лет, наверное, вот этот вопрос то достанет. Хотя, я думаю, найдутся методы преодоления пространства на более короткие сроки. Это фантастика. В общем, у такого эксперимента, на мой взгляд, пока нет перспектив и каких-то основ. Олеся. Я Олеся Дружекина, Озерск, 6-й класс. Как Вы думали, по Вашему мнению, что невозможно делать в невесомости на момент нашего времени. Невозможно? Да. Вот детей рожать там невозможно. Ахиджян, Виктор, город Уфа, а что болит сильнее всего через сутки, 1 сутки из отсутствия регритации? Там ничего не болит. вот когда прилетаешь, немножко болит голова, потому что кровь перераспределяется равномерно, если тут у нас две трети нижней части тела, в условиях гравитации, то там равномерно кровь перераспределяется по всему организму, в том числе к лицу приливает и в голову, в мозг. Отсюда отек слизистых, отсюда лицо опухает и голова тяжелая зачастую. Вот, такие проблемы есть и иногда даже соображать. Сложно, когда нужно делать какую-то точную работу, просчитать процедуру там в 3-4 листа и выполнить ее, поменять какие-то блоки. Идешь, пьешь таблетку от головной боли. Вот, но в основном все проблемы начинаются после спуска на землю. После долгого полета, это, конечно, опорно-двигательный аппарат отвыкает от гравитации, это болят ноги, болит позвоночник, кружится голова, в общем-таки дней 7-10 это период острой адаптации не зная. Там проблемы все это дело. Получается, в невесомости голова не болит? Болит. Болит. А чего она внутри, может быть? А от метео? Нет, не отметьте, я сказал, что кровь перераспределяет, кровь, лимфа, все это приливает к голове, голова тяжело. Вот, чисто из-за этого. Тлехана. Тлехана, Николай, город Озерск. Такой. Проблемы и неприятности, и аварии возникали во время вашего пребывания в космосе, и что посоветуете всем, что будете делать? посоветовать. Начнем с конца, посоветую учить им отчасть. Потому что любая неприятность, она купируется знанием, как эту неприятность преодолеть. то, что касается станции, это постоянно, но чем сложнее механизм, тем выше вероятность отказа. Вот мы на примере шаттлов видели, два из них, к сожалению, наши коллеги погибли, два шаттла разбился, это очень сложная система, и станция такая же сложная система, там постоянно что-то выходит, ломается из строя, мы как бы принимали как штатный вариант развития, потому что вышла из строя система регенерации кислорода. Доложили на землю, так и так, взяли бордокументацию и пошли, значит, по этапу шаг за шагом ремонтировать систему. Так, собственно, всего касается. То, что касается критичных таких ситуаций, у наших американских коллег отказала внешняя система охлаждения, это очень плохо, там насосы перестали мягко гонять через радиаторы и практически полстанции потеряли, это в этом ночи произошло, сирены по всей станции, вот, и тут уже никто там сирену слышит в каюте, три часа ночи, и сразу анализ идет, по ушам не бьет, не разгерметизация, аммиаком не воняет, значит, это не тече аммиака внутри станции, у нас три типа нештатных ситуации, которые критичны, это разгерметизация, тече аммиака, пожар, ну, и дальше вот сразу это вдоль секунды проанализировал, услышав сирену, ну, с пожаром как-нибудь справимся, нормально, пришли на центральный пост, ну, кто как спал там, высподнимся, девчонки и мальчишки, смотрим, там, пульты управления, и там в красном все горит, вот, как ваши майки, отказы насосов, там, и так далее, и так далее, ну, конечно, ЦУП на связи, ночь не спали, вот, и потом мы боролись с этим делом еще недели три, наверное, пришлось сделать три-четыре выхода в открытый космос, чтобы поменять вот эти аммонийные насосы, ну, таких ситуаций очень много, космического мусора уворачивались достаточно часто, проблема тоже, кстати, так, что там дальше? Здравствуйте, Кушантинов Геннар, село, Ахангельское село, мне стало интересно, а как себя внеусомости ведет огонь? Ну, на станции огня нету, то есть, там ни спичек нет, ни зажигалки нет, я могу сказать, сказать, теоретически, что если спичку зажжешь, то она практически сразу погаснет, потому что вокруг нее образуется облако углекислоты, кислород вокруг себя выезд, и это как бы самонабушение получается, вот такая штука, но, наверное, этого не произойдет, потому что у нас станции постоянной вентиляции, воздух все-таки гоняется, чтобы вот именно такого эффекта не было, потому что человек та же самая спичка, вот я дышу, вокруг меня образуется облако углекислого газа, я просто могу задохнуться, если я рециркуляции, воздуху не будет, но то, что касается пламени, а так вот ни разу не видел открытого пламени на станции, есть аварийный запас кислорода, и такая штука посадить как инжектор, то есть, чтобы оккупировать вот эту утечку воздуха из скафандра, в автомате включается повышенная подача кислорода в скафандры, и вот тут на рукаве есть чек-лист специальный, и мы определяем сколько резервное время до ухода в шлюз, вот насколько хватит вот этой экстра подачи воздуха в скафандр, чтобы дырку эту, чтобы восполнить утечку кислорода, но это не штатная ситуация, мы ее отрабатываем, отрабатываем постоянно, к счастью, пока такого не случалось. Наташа, Четякова Наталья, 8 класс, запланированы ли у вас экспериментки или исследования какие эксперименты? космические вообще ну вообще мы летаем для того, чтобы эти самые эксперименты делать и во время подготовки наземной к полету, который начинается за полтора года в экипаже, нам наука эти самые эксперименты и дает, которые мы будем выполнять наверху, мы их отрабатываем на земле, чтобы потом все правильно выполнить в космосе. Самые разнообразные эксперименты это биотехнологии, это и медицина, и физика, и химия, и медицина, в общем, очень много. вообще станция это большая космическая лаборатория, а мы летаем для того, чтобы делать науку, это основная задача для космонавтов. Ну и вторичное уже поддержание, станция в работоспособном состоянии. и так далее. Сидорищал, Горо-Челябинск. Что вы чувствовали после тех перегрузок, что вы испытали при подъеме ракеты и тогда, когда вы, получается, вошли в ней сонос. Ну, садись, садись. Перегрузки там, на самом деле, не такие большие. Вот 9 минут ракеты летит до орбиты, 526 секунд, где-то 4,5 единички там, то есть 4 моих веса. Ну, может быть, 5. И переносится достаточно нормально, потому что все это лежа и лыжемент сделал, отливается от человека индивидуально. У нас есть тримбач, в городе Зерск. Сколько лет вы учились, чтобы обратить в космос? Учился от момента поступления в отряд и до полета прошло 13 лет. Вот все 13 лет я учился. 250 экзаменов плюс-минус. Включая там теорию, практику, полеты там на невесомость, прыжки с парашютом, выживание, все эти разные. Кроме работы на орбитальных космических аппаратах, в каких направлениях космонавтики вы бы еще хотели работать? Интересный вопрос. Мне интересна пилотируемая космонавтика. Но не исключено, что можно было бы поучаствовать уже на Земле в консультациях по лунной экспедиции или по марсианской. Вот с моим опытом, да? Вот как-то так. Передать свой опыт тем, кто полетит. Но я, собственно, этим и занимался. Да, для рукавки Элла спорт и пара. Да. Растет вас. А каким видом спорта важно заниматься космонавтом? Вот как летчикам, так и космонавтам запрещается заниматься контактными видами спорта. Это бокс, это борьба. То, что может повредить. Вот. На мой взгляд, более важно гармоничное развитие. Понимаете? Это бег, это плавание, это разумное тягание железа, пауэрлифтинг. То, что развивает физически, гармонично. Большой спорт, он, к сожалению, гробит организм. Это работа на износ, это суставы теряются. Космонавту важно, я, как уже сказал, 13 лет готовился. Вот за эти 13 лет при помощи физической культуры поддержать свое здоровье в работоспособном состоянии, чтобы у медицины не было проблем. Собственно, это универсальная картинка и для земной жизни. А тут уже каждый выбирает для себя сам. На мой взгляд, это, вот как я уже перечислил, наиболее гармоничное развитие, это плавание, спорт, лыжи. И, чтобы мышцы не забывали, что такое нагрузка, это разумные тяжсти. следующий вопрос в конце глядя, а, власти сам на городе Уфа. Приходилось ли вам привыкать к наличию реабилитации после долгого пребывания в космосе? Я уже сказал, приходилось, это сложный, такой, достаточно болезненный процесс для каждого. Он продолжает свой острый период реабилитации, где-то 10 дней, когда тебе болит, и коленки болят, и позвоночник, и голова кружится, но это неизбежно, за все надо расплачивать, в том числе и за то, что ты балдел с невесомостью полгода. Да. Я понял, вопрос, да. Я слышал много, да, что кто-то там из моих коллег в самолете, когда они летели с площадки приземления, уже по превыске кидал, вот как в невесомости, там они в самолете сидят, сверху, через столик там что-то, кидал ложку там, чтобы тот взял, и ложка падала. Со мной такого не было. То есть, ну, мозг как-то сразу адекватно воспринимает ситуацию, что ты на земле, что ничего уже не полетит, как в космосе. Поэтому кладешь на стол, да, да, понимаешь, что если кинешь, что упадет. Иссерга, Пупа Юля, город Пупа, появились ли у вас какие-то проблемы с организмом после полета в космос? Ну, в основном, человек восстанавливается после полета, где-то через полгода, вот нам дают полгода восстановительный период, у космонавта полгода летал, полгода негодность. Но процентов 10 где-то все-таки остается негатива, в основном по опорно-двигательному аппарату, как я говорил, по коленкам, потому что кричевая ткань теряет свои свойства, и когда начинаешь ходить сразу после полета, такой травматический артроз получает, коленки пухают, позвоночник тоже. В основном, такого рода негатив, он остается где-то, ну, 5-10 процентов. У кого больше, у кого меньше. Не полностью восстановишься. Терети. Терети Мексения, 14 лет. А как вы празднуете Новый год? С елкой. В колпачках этих нам присылают. У нас целый там контейнер с елочными украшениями. Елка есть синтетическая, мы ее наряжаем. Я даже в аэрлоке, в шлюзе, где мы в космос выходим, от всех два эстафандра у нас стоит вот так. Я на них колпаки в Санкт-Клаус надел. Там, мишуровик украсил. Все там, с Новым годом расти вкусно. Ну, в общем, стараемся по максимуму к земному Новый год приблизить, но только шампанского нету, потому что если оно там разлетится, это шампанского лета трех. Ну и запрещено. Селиван Вячеслав, 10 класс, город Лухарица. В какой миссии вылетели на ФКС, какая работа и нюансы экспериментов осторожает? Первый полет в общем-то это был полугодовой полет 176 суток. Очень много научных экспериментов было. я о них уже говорил выше. Вот, то, что касается второго полета, его сделали годовым, и в течение этого полета мы отрабатывали, ну, в общем, полет на Марс, так, по-простому. То есть, медико-биологические аспекты, преодоление негативных условий в невесомости, как к организму быстрее оклематься, как преодолеть вот эти последствия пребывания долгого в невесомости наиболее эффективно. Потому что при посадке на Марс там никто не ждет. И нет у нас такой роскоши, отлежутся там вот эти две недели. Нужно по максимуму быстро вступить в работу. Ну, вот с этой целью, в общем-то, полет и проводился. Мы выполнили в этих рамках очень много экспериментов. К сожалению, результатов я не знаю. Мы сбросили все на Землю. И после, кстати, после приземления меня еще трепали там, наверное, дней 500. Я и в Америку ездил, они там фоны снимали, что-то. Что это где-то в недрах там, в научных хранится. И, по-моему, даже до сих пор еще обрабатываются эти результаты. Вот. Но я очень надеюсь, что наша работа со Скоттом, она поможет идти следующим ребятам дальше и глубже в космос наиболее безболезненно. Ахмедян Виктор, в городе Парк. Были ли эксперименты с готовкой еды в космосе? Сготовкой еды? Да. Суши делали. К нам японцы прилетели, приперли их листы из водоросли. Темно-зеленый, знаете, да? Вот. А рис не разлетался? Разлетался. Это эквилибристические счета была. Надо еще слепить, чтобы не улетело ничего. Вот. Мы там намаялись. Но сделали в итоге только в суши. Завернули все это дело. Вот это эксперимент был. Потом присылали нам машинку, как-то, кошмашину. Но специально сделано для условий невесомости, да. Здесь тут помолола кофе-зерна. Добавила ладыг, скипятила, все, вылил в чашку. Там же это подруг не получится. Вот. И итальянская эта машинка была. С нами летала итальянская астронавтка Саманта. Вот. Она нас угощала этим кофе. Очень вкусный, кстати, кофе. И специальные чашечки такие с носиком были. Вот за счет поверхностного натяжения кофе там собирался. он не оттуда не вылетал никуда. А через носик можно было пить как на земле. Вот это такая прям длинный такой носик. И наклоняя, не наклоняя бесполезно, но сама жидкость вот за счет капиллярного подъема она в этот носик шла и можно было пить как на земле. Такая вещь создавалась, что пьешь из земной чашки. рыбаков. А как ты себе рана в космосе? Что? Рана как себя делал. Так же как на земле примерно. Ободрал, руку пластырем заклеил, йодом помазал. Нет, сама кровь свертываемость так же самую кровь. Но если сильно поравился, она конечно полетит шарами, да? Но этого нельзя допустить, потому что заляпается все, интерьер заляпается, на панели ляжет. Так он сразу прижал салфеткой. Так же как обыкновенная жидкость она сегодня. Так. О! Давно человек хочет. делать хрис-псид. А бывают ли у экипажа проблемы с коммуникацией? С коммуникацией? это то, о чем я пытался рассказать раньше, да? Ну, бывает, если 6 человек на станции работают, а еще экипаж оттуда прилетел, еще 7 человек, 13, да, на станции. В замкнутом объеме, в стрессовых условиях, не бывает так, чтобы было все гладко и ровно. Конечно, какие-то разногласия есть, но решаются они, как правило, в нормальном таком ключе, в позитивном, в итоге находим общие какие-то решения, проблемы, что, я и вам рекомендую, я уже сказал, каким выводом я пришел, чтобы не ссориться, что нужно сделать. Но проблемы есть, и это, я считаю, нормально, все мы разные, все мы, у всех отпечатки разные, 9 миллиардов, 8 на земле, отпечатки у всех разные. Важно, чтобы люди умели находить, вовремя гасить конфликты, особенно вот в такой ситуации, как на станции, как на полярной станции, может быть, на подводной лодке, это архиважно, говорил Ленин. И это нужно уметь, это сложно, но это можно и нужно. Я бы хотел спросить, существует ли получается в космосе на станции такая еда, как, допустим, в Кейнбудле или Шелома, то есть вредная еда там присутствует или нет? Рангфуд? Да. Шелома, шелома. Да нет, вообще вся еда, которая поступает на станцию, она проходит тестирование, наша отечественная, российская, там вообще занимается отдельный цех на Бирюлевском заводе, женщина. Какой образец, после класса, говорится, какая еда для вас в космосе считается деликатесом? Ну, у каждого разные деликатесы, У нас есть такая возможность заказывать бонусные контейнеры с любимой едой, и каждый заказывает на Земле. Это не на весь полет, это, скажем так, на, ну, по субботам, воскресеньям, там, скажем, я у американцев заказал, там у них хорошие сардины, у них морепродукты хорошие, крабы, которых у нас нету, вот я вот это все заказывал. Американцам нравились наши продукты, они у нас заказывали, там, баранина, по-моему, с овощами, им очень нравилось, бакана мясо овощное, вот такие вот штуки. но это предпочтение индивидуальное. Женщин. Женщин Георгий, город Уфа. А какую практическую ценность несет присутствие человека в космосе для Земли? То есть, вот, что человечество наше может получить из космоса, там, информация, если информация, то, для чего она нам пригождает, или там, ресурсы какие-то, допустим. Ну, ресурсы, насчет ресурсов не знаю. Наверное, все-таки автомат сейчас не может полностью заменить человека в части проведения научных экспериментов. Вот. И я знаю, что сделаны и лекарства после наших экспериментов на станции, такие высокотехнологичные, на станции Мир выращивали кристалл кремниевый высочайшей частоты, вот, я еще раз повторюсь, эта наука просто до нас не доводит результаты наших экспериментов и, и какую отдачу они дают тут конкретно на Земле и в каких-то в отраслях. В физике очень много мы делаем плазменные кристаллы, российский, российско-немецкий эксперимент. Я вот до них примотался к этим ученым, вот, что конкретно вы сможете дать человечеству, примерно такой же, мне точно так же интересно, потому что я работаю, я делаю кучу экспериментов, я трачу очень много времени, я трачу жизнь, да, на то, чтобы сделать эти эксперименты, а для меня не доводят, что потом получается. вот, и по результатам, я вытянул все-таки из них, что потом, вот по результатам этого эксперимента плазменного кристалла можно будет сделать крайне энергоемкую батарейку электрическую, вот сейчас литий-ионные аккумуляторы, которые Тесла катаются, и вот дроны все, литий-ионные, да, вот они уйдут совсем там, на порядок ниже, вот то, что мы делаем там. Это так, очень кратенько и в общих чертах. Второй вопрос. Я Дмитрий Коперенко из Челябинска, а у вас есть американцы, которые пересмотрели «Звездных войнов» и представляют себя джедаи? У меня даже постер такой есть перед полетом, вот американцы, они все-таки подходят творчики к этим, к экспедициям и к пиару, они, у них там целая студия, и одна из наших фотографий, нас всех шесть человек нарядили в форму джедаев с мечами, в сапогах, в халатах, и вот мы шесть человек были джедаи, и у меня есть этот постер, шесть человек, экипаж, но чтобы кто-то из американцев специально заморачивался этим делом, я не замечал. Лекарства, последний вопрос. Здравия. С какими заболеваниями можно столкнуться во время пребывания в космосе, и какие лекарства и препараты могут с ним справиться? Большая аптечка очень на станции, мало того, нас учат сердечно-легочная реанимация, такая штука есть, да, когда человеку плохо, там искусственное дыхание, интубация, учат зубы рвать, учат делать обезболивание, даже уколы в десны, там, и по итогам дают сертификат, что ты можешь все это делать, в Америке нас учили, это кратенько я писал, заболеть, я не помню, чтобы на моем веку кто-то болел, была какая-то легкие варианты простуды, на шатле прилетали американцы, вот они меня занесли, это не в мою экспедицию, пломбы выпадали, это да, но опять же, там на станции есть пломбировочий материал, нас учат как пломбы восстанавливать, залепили эту дырку, вот у меня имплант стоит и коронка слетела, опять же, взяли, разбодяжили вот этот плодсостав, цемент, налепили обратно коронку, все, такие мелочи бытовые, с ними мы легко справлялись, по-крупному вот я не помню, что-то, кто-то как-то болят, на станции Мир, по-моему, Геннадий Михайлович стрекал, что-то с рукой произошло, но общими усилиями справились, земля, там врачи собрали консилиум и залетение, здоровых набирает, недаром нас медицина тягает, настолько тщательно, что не надо завершенно не надо всегда, так, ну что, еще один вопрос, последний, крайний буквы, от меня, все, вы сказали, что с пяти лет мечтали о космосе, на протяжении тринадцати лет были членом подготовительного летного отряда, ну и достаточно поздно, как мне кажется, по возрастным ценам полетели в свой первый полет, собственно, в космос. Вот что позволяет мужчине в двадцать, в тридцать лет, в тридцать пять не отказаться от мечты, не сдаться в какой-то момент, продолжать свое движение, собственно, к своей вот этой большой, можно сказать, детской цели. И были ли такие моменты, когда, собственно, очень хотелось все как-то отвернуться, опустить это все, сдаться? Было? Не было? Нет, не было. Наверное, вот эту штуку можно назвать мотивацией. У меня не было стремления отказаться, даже тогда, когда на мне крест ставили вообще вот такой жирный медицинный. Мне сказали, что я вообще не годен, что я инвалид. я плюнул в рожу, извините, прошу прощения, да? Пошел к другой медицине, мне сказали, что я здоров, я пришел с справкой, что я здоров. И так было 7 лет, когда у меня вообще надежды никакой не было. Я все эти, из них, вот, из этих 7 лет я 5 раз платил сам за свою комиссию в 90-е годы, и тогда уже государство не работало. Я платил сам, без всякой надежды на то, что когда-нибудь куда-нибудь полечу, но я проходил, я плакал очень большие, очень денег. Попробую сейчас лечь в коммерческую клинику на 2 недели, приблизительно вот такая цена института меня и говоришь в проблем. Проблем было очень много и препятствий было очень много, но если ты на эту цель заточен, если ты на нее мотивирован, ты будешь идти через эту проблему, конечную цель. Иначе ничего не получится. При мне очень много человек просто плюнули, как вы говорите, да? Да, пошли же. Ну и ладно, что-то, да? У меня вот прямая или не была, я по ней шел, я дышу. Пример для всех, спасибо. еще один. Давай еще один. Если вы дойдет, вам коллеги, вот вы коллеги, вам коллеги делали подарки на зарождение? Конечно. В начале на борту? Да, на борту. Ну там достаточно сложно подарки сделать. Я, допустим, заранее знал, какие дни рождения будут, вот у Скотта Келли, у моих ребят и членов экипажа, я заказал серебряные медальоны, протащил к своему лесенгрузе, с датой дня рождения и раздавил, ребят все были очень тронутые. Ну и все стараются так друг другу поддержать. Мне майку подарили там, don't panic до сих пор спускают. Я спустил и мне там подарили, они как-то наверху протащили, а я спустил вниз, что еще труднее. Я эту майку надеваю, когда они совсем туго столкуются. Не паникуют, короче. Михаил Борис, скажите нам наставления подрастающим поколениям. быть настроенными на преодоление этих проблем. Вы должны уметь работать в коллективе. Ну вот, как-то так. Бороться, искать, найти не за нас, короче. Желаю вам удачи на этом пути. Спасибо.